вот такая зима в воронеже в этом году сегодня 20 какой уже 28 декабря до сих пор снега нет да по-моему тоже нигде нет не ну может быть есть но он очень тонкий сейчас вот 0 градусов и так вот весь декабрь мы находимся с шлюзом который выходит из водохранилища и преобразовывается вот в такой канал который потом попадает в реку воронеж а 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 ну согласитесь для конца декабря это вообще не нормальная ситуация тут на самом деле если ловить со льда если сейчас был бы лед здесь здесь очень много мелкого окуня вот здесь вот прям рядом с дамбой вот посередине вот этого канала и окуня здесь прям приличное количество в общем как выяснилось этот канал и есть река воронеж а шлюз входит в состав воронежского ядроузла который имеет довольно любопытную комплектацию типовой советский гидроузел имеет водосброс гэс судоходный шлюз и рыбоходный шлюз в воронеже нет гэс и нет рыбоходного шлюза зато есть судоходный шлюз это довольно странно даже при существующем режиме использования водохранилища там можно без проблем поставить турбину на 2 мегаватта с круглогодичной работой плюс еще одну турбину на 3-4 мегаватта для работы в паводок отсутствие рыбопропускных сооружений тоже выглядит странно по судоходному шлюзу свои странности прямо над новеньким полноценным шлюзом построили очень низкий автомобильный мост всего на 10 метров это совсем мало нормальная высота никак не менее 12 метров даже вообще непонятно для чего построили шлюз воронеже после строительства плотины не было ни серьезных промышленных причалов ни нормального речного порта в общем комплектация гидроузла достаточно странная по отдельности конечно все можно объяснить например в то время взяли уже курс на полную ликвидацию малой гидроэнергетики а мост высотой 10 метров потому что реку формально отнесли к пятому классу но в целом комплектация все равно не очень логичная такая какая-то апокалиптическая природа тут в этой ложбине еще какое-то зерцу образовалась вон сам канал очень все мрачно неприятно как-то все выглядит льда нет даже по берегам вот такая вот зима у нас в ходом году ну вот рыбка даже даже вот в такую непонятную погоду гуляет по берегам воды тут больше стало по сравнению с тем ну по сравнению с летом на лодке можно вполне плавать вот здесь самое широкое полноводное место этого канала дальше он будет только сужаться пока не приблизится какие воронеж и там выйдет в нее а так он идет параллельно шиловскому карьерному озеру на этом располагается чуть дальше там впереди вполне можно становиться раскидывать донки не продолжать ловлю на фидер или на удочку вообще на поплавочную ну в общем зимней рыбалке пока еще этот водоем не приспособлен реку воронеж перегораживали плотинами еще в петровские времена два сооружения спроектировал гости за ноги капитан джон перри перри вспоминает что начал эту работу в 1702 году и закончил через 16 месяцев шлюз построили недалеко от места в падении реки воронеж в дон неутомимый петр поставил новую задачу требовалось сделать так чтобы огромные корабли могли проходить от города до дона не только во время половодия англичанин взялся за работу в 1704 году сооружение появилось в районе нынешнего вагрессовского моста перри писал шлюзы были 43 футов ширины и настолько глубоки что возможно было посредством их поднять в воду для прохода восьмидесяти пушечных кораблей дамбы устроенные мною столь прочные тверды что не терпят никакого ущерба от весенних потоков и не подвергнутся опасности быть разорванными ими доколе существует мир нужда в этих шлюзах быстро отпала строительство кораблей перенесли в таврово зато спустя два века остатки сооружений преподнесли городу неожиданную проблему в статье река воронеж ее прошлое настоящее будущее андрей платонов сообщал на так называемом шлюзе сохранились еще остатки основания плотин эти плотины образуя подпор для реки замедляют водоток благодаря чему твердые частицы опускаются на дно и происходит обмеление но расход реки остается прежний одно вместе с годами поднимается река уже не вмещает свои влаги в своем русле и размещает ее по всей пойме образуя болото развилки рукава где нашел себе прочную обитель малярийный комар любопытно что в середине двадцатых на месте шлюзов хотели построить газ андрей платонов статье воронежская гидроэлектрическая станция пишет она будет создана горизонт воды в реке будет урегулирован постыла в мелководье на реке где нарождался флот больше не будет станцию в итоге не вызвали однако как пишет географ виталий мишон на заре электрификации две небольшие турбинные гидросиловые установки на реке все же работали одна у села кузьминки другая у чижовки в тридцатых росли промышленные предприятия а вместе с ним и потребности в воде тогда власти пришли к идее создания водохранилища эти планы сорвала война но к ним вернулись после восстановления воронежа когда развитие промышленности расширение города истощило подземные источники до предела вот смотрите канал вот он сам канал а теперь мы проходим расстояние но буквально в одну минуту и выходим уже другому водоему который называется шиловское карьерное озеро резища тут конечно невероятно а вот и шиловское карьерное озеро минута между ними даже намека на лед нету ни одного вот в это время в том году уже здесь стоял лед и я ловил рыбу ну такая вот зима у нас удается пока два интересных водоем созданы они как я думаю искусственно но шиловское озеро точно созданы искусственно вот насчет этого канала я еще почитаю исторические какие-нибудь справки но я так думаю что это тоже искусственно созданный водоем вот полюбуй грибы в декабре как они здесь вылезли не понимаю